Поезд номер один с гордым именем Россия прибыл из Москвы во Владивосток впервые в необычном оформлении. В рамках нового совместного историко-географического просветительского проекта «10 вагонов поезда сообщения Москва-Владивосток» были оформлены материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества». Вот этот проект займет достойное место, особенно среди тех, кто, скажем так, путешествует в этих вагонах. Это люди, это дети, которым, может быть, не всегда приходится узнавать о тех или иных путешественниках, но в данном случае железная дорога позволяет сделать информационно насыщенным путешествие. В оформлении интерьера и экстерьера состава представлены репродукции дневников, заметок, рисунков, которые создавались великими путешественниками во время экспедиции, а также уникальных карт и книг. Также пассажиры могут смотреть киноленты о русских первооткрывателях, заповедниках, городах. Больше интерес пассажиров привлекло наружное оформление поезда, но не остались без внимания и внутреннее оформление поезда. Пассажиры все остались довольны, впечатления хорошие. Каждый вагон поезда посвящен деятельности одного из великих русских путешественников, исследователей, членов Русского географического общества Семенова, Тянчанского, Богдановича, Миклуха Маклая, Рады, Цибикова и других. Среди этой десятки есть и Николай Пржевальский, знаменитый исследователь Дальнего Востока. За время его путешествия был обследован бассейн реки Уссури, южная и западная часть Ханкайского района, южно-уссурийский край, побережье Японского моря, граница с Кореей. Он даже побывал в корейском поселении. Действительно сделал многое для, скажем так, изучения нашего южно-уссурийского края. И его одна из первых экспедиций, я имею в виду, была посвящена изучению флора и фауны озера Ханка. Она была совершена в 1867 году. Выбор поезда «Россия» для этого проекта не случайен. Он следует по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире по территории одной страны – 9288 километров. Теперь, путешествуя на нем, можно изучать не только географию нашей страны, но и важную часть истории России. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.